Вайвстар. Новый подход к генерации электричества. Физика очень простая. У нас есть балласты, которые качаются на волнах. Они соединены с амортизаторами. Те передают механическую энергию гидравлической системе. Эта система прогоняет масло через ротор. Который вместе со статором вырабатывает электричество. Сегодня эта технология на стадии эксперимента. Максимальная мощность этой станции 5-5,5 киловатт в час. Да, согласен, это пока немного. Следующая цель это рабочие элементы, которые будут высотой в 10 метров. Чем больше мы возьмем кинетической энергии из океана, тем больше электрической энергии сможем выработать. Сейчас балласты метровые. Следующая серия будет 4,5 метра. А затем мы выйдем на 10-ти метровые були. Сегодня даже эти прототипы вызывают интерес. Я хочу показать вам устройство этой станции, потому что это очень интересно. Сегодня приехал сам Кантер, американский исследователь. Им уже 4 года, а выглядят как новые. Все силовые элементы станции находятся на поверхности. Это защищает их от влаги. Самое сложное в получении этой энергии – природные условия, соль, вода, штормы, волны, очень много химических и физических барьеров. Сам приехал в Данию, потому что именно эта страна является лидером в исследовании морской энергии. Почему? В этой стране есть один полуостров и более 400 островов. Береговая линия – 7000 километров. Самое большое расстояние до моря – 60 километров. Здесь ставят эксперименты не только с Вейвстар. Есть даже Вейвдрагон. Единственная проблема – сейчас он не работает. Вторая станция расположена в нескольких сотнях метров от Вейвстар. Но сегодня станция стоит в бухте на якоре. Вода наполняет огромный резервуар и за счет гравитации раскручивает турбины, вырабатывающие энергию. Несколько лет идеальной работы. Но прошлый зимой шторм сорвал 237-тонного монстра с якоря и выбросил на пляж. Самая мощная станция в своем роде была разрушена. Станция Вейвстар пережила этот шторм, потому что ее балласты можно поднять на поверхность. Мы выдержали не один десяток штормов. Вы знаете, что эта станция работает уже 4 года и ни одного серьезного повреждения. 15 мощнейших ураганов, а станция все еще здесь и работает идеально. Многие пытались укротить волну на пляже. У вас нет шанса в прямом столкновении с ней, но если вы окажетесь сверху, то отлично проведете время. Сегодняшнего опыта вполне достаточно для стабильной генерации, но споры о более эффективных методах преобразования морской энергии не прекращаются. Есть немало хороших идей. Люди пытаются реализовывать их жизнь. Через 20 лет, возможно, эта энергия станет просто незаменимой. Посмотреться сами тренет ini, которая процессorcганции. Реалли-жар-жар-жар. Резисы-жар.